Продолжение следует... У меня g была функция, да? Так, я пишу просто, что в прошлый раз... Где мы остановились? Значит, вот у нас есть ограниченная функция на множестве а, есть предельная точка этого множества, пускай l обозначает верхний предел этой функции в этой точке, и есть еще число y, которое обладает двумя свойствами. Первое вот такое вот, оно говорит о том, что вблизи точки x0 наша функция не может выскочить слишком далеко выше y. А второе говорит о том, что сколь угодно близкий к точке x0, она принимает значение сколь угодно близкое к y. Значит, для всякого ε положительного и для всякой проколотой окрестности точке x0 существует x из этой самой проколотой окрестности в перечении с областью определения такое, что g от x больше y минус ε. И надо доказать, что y равняется l, что вот такое число y с этими двумя свойствами есть в верхнем предел. Правильно? Но давайте вспомним, какие-нибудь формулы для верхнего предела. Значит, l равняется инфиуму по всем проколотым окрестностям точке x0 от таких вот супреомов. Супреомом g от x по x из этой проколотой окрестности в перечении с множеством a. Вот. Хорошо. Значит, вот r – это такое число. Значит, давайте посмотрим на условие 1. Вот возьмем положительную ε и найдем такую окрестность точки x0. Вот. Ну, так тогда вот для окрестности v0 существующей в силу, значит, положительный ε взяли, вот и зафиксировались, перенашли такой v0, существующий в силу условия 1. Будет вот что. Будет верно следующее. Значит, супреомом, вот этот самый, который тут написан, который стоит под знаком инфиума. Он не превзойдет y плюс ε. Значит, y плюс ε – это верхняя граница всех значений функции g. Вот на этом множестве. Стало быть, супреом не превосходит этой штуки. Вот. Значит, супреом не превзойдет y плюс ε. Для этой фиксированной окрестности. А l – это инфиум по всем таким окрестностям вообще. Значит, отсюда следует, что и верхний предел. l тоже не больше, чем y плюс ε. Так. Значит, из условия 1 следует такое неравенство. Взяли ε положительный, из условия 1 выбрали такое неравенство. Так. А теперь давайте к условию 2 прицепимся и посмотрим. Значит, условие 2 говорит… Смотрите, пожалуйста, для любой окрестности проколотой точки x0 найдется в этой окрестности такое число, для которого g от x больше, чем y минус ε. Значит, таким образом, вот что он говорит, что для всякой окрестности w0, как любой такой вот, этот самый супреомом, g от x по этой окрестности, разумеется, и в пересечении с областью определения, он уж точно будет… Ну, значит, там найдется число, где он больше, значит, можно даже строго неравенство поставить. Он будет больше, чем y минус ε. Так. Потому что одно из значений функции больше y минус ε, значит, супремо, тем более больше y минус ε. Вот. Ну, а раз… Значит, тем самым что получается? Тем самым получается, что все эти числа, которые тут по знакам неравенства стоят, все они больше y минус ε. Так. Значит, отсюда вытекает, что их неравенство тоже больше минус y минус ε. l больше y минус ε. Вот. Ну, тем самым получили два таких неравенства. y минус ε меньше l меньше либо равно y плюс ε. И это верно для всякого положительного ε, потому что сначала мы его зафиксировали, но вообще-то оно любое. Какое бы ни было, значит, все равно все это верно. Ну и все. Отсюда следует, конечно, что y равно l. Отсюда следует, что y равно l. Ну, вот таким образом мы доказательство теоремы и завершили. Значит, тем самым мы описали верхний предел в таких вот терминах на языке неравенств. Ну и нижнего предела такое же описание, значит, я не буду уж повторять доказательства, оно совершенно аналогично. А, впрочем, можно еще применить вот такое соображение. Значит, вот давайте... Давайте сделаем такое замечание. Пусть имеется какое-то ограниченное множество b. Ограниченное множество. Вот. И давайте через минус b... Нет, не так. Через лямбда b... Значит, а лямбда — вещественное число. Через лямбда b обозначим просто вот что. Я беру все числа из b и умножаю их на лямбда. Ну, такое понятное обозначение. Значит, умножить множество на лямбда — это значит, что умножить все его элементы на лямбда и скинуть все в одну кучу. Вот. Ну, и вот давайте заинтересуемся гранями этого самого множества лямбда b. Но если лямбда равна нулю, она состоит из одного нуля, и поэтому грани тогда у него тоже равны нулю обозначат. Так что вот пускай лямбда не равна нулю... Вот. Что? Да, не пустое. Не пустое. Вот. И оказывается, что вот так, что это есть лямбда на супремум b, если лямбда положительно, и лямбда на инфимум b, если лямбда отрицательно. Ну, впрочем, если лямбда равна нулю, то обе эти формулы верны, значит, потому что тогда множество состоит из одного нуля, супремум b равен нулю, значит, ну и тут тоже получается отсюда ноль, так что... Значит, вот так. То есть, скажем, если лямбда равно минус единице, то просто при умножении множества на минус единицу, при переходе к противоположному множеству, так сказать, у него грани меняются местами. Супремум переходит в инфимум, а инфимум в супремум. Так. Значит, супремум b равен инфимуму минус b. Сейчас, минус инфимуму минус b, вот так вот. Вот. Так. Ну вот, значит, давайте это проверим для лямбда отрицательного. Значит, для лямбда положительного вы сами продумайте, что там получается. Там уж совсем просто, понимаете, когда лямбда положительного, там вообще ничего доказывать. А когда лямбда отрицательная, значит, вот M, пускай вот число какое-нибудь такое M, скажем, большое, пусть это верхняя граница для B. Ну, так это верно тогда и только тогда, когда лямбда M – это нижняя граница для лямбда B. Правильно, потому что при умножении на лямбда все неравенства переходят в противоположные. Значит, вот когда я умножаю множество B на лямбда, то все верхние границы, значит, при этой операции при умножении на лямбда переходят в нижние границы для B. Вот, поэтому, значит, что же, ну и наоборот, значит, наоборот, значит, верхняя граница, значит, да, ну хорошо, вот так вот, да. Получается такая формула, значит, вот если взять наименьшую из верхних границ здесь, то ей будет соответствовать наибольший элемент здесь. Правильно, вот, значит, получается такая формула, что инфимум лямбда B равняется, значит, чему же лямбда на супремум B. Вот, но это не совсем то, что я хотел, да, значит, ну да, это не совсем то, что я хотел, значит, а чтобы доказать то, что я хотел, значит, надо еще такое сказать, что вот, скажем, маленькая это нижняя граница для B, тогда и только тогда, когда лямбда это маленькая верхняя граница для лямбда B. Вот, ну и отсюда что получается? Получается, что наибольшая из нижней границ вот здесь вот соответствует наименьшему из этих чисел, так, то есть супремум, значит, супремум лямбда B равняется, значит, чего там, лямбда на инфимум B. Ну, в общем, и та, и другая формула получаются одинаковые, значит, разумеется, к этой формуле можно добавить такую же с инфимумом, давайте вот ее напишем, значит, для порядка, значит, для порядка напишем ее. Вот, ну, а теперь давайте, значит, можно ли застерить, наверное, да? Значит, вот такие формулы верны, а теперь давайте попробуем вычислить вот нижний предел, например, нижний предел функции минус F. Что это такое будет? Это будет, значит, супремум по всем проколотым окрестностям точки X0, значит, вот, сейчас, ну да, а тут будет инфимум по X из VX0 с ноликом, пересеченной с областью определения, минус F от X, вот такая вот штука получится, да? Вот, ну и, значит, здесь как раз вот та ситуация, которая у меня была написана в том месте, где я стерл, значит, мы берем инфимум противоположного множества, да? Значит, я могу этот самый минус вынести из знак инфимума и поменять инфимум на супремум. Вот, ну а теперь опять, здесь стоит супремум, а тут под супремум стоит множество, которое противоположное чему-то. Я, опять же, могу этот самый минус вытащить из знак супремума, а супремум поменять на инфимум. Вот, ну и мы получили минус верхний предел попросту при X, стремящемся к X0, F от X. Значит, вот такая формула есть. Если я хочу вычислить предел функции минус F, то это то же самое, что минус верхний предел F, так? Но можно так еще и переписать, что это, разумеется, то же самое. Значит, нижний предел при X, стремящемся к X0 функции F от X равен минус верхнего предела при X, стремящемся к X0 минус F от X. Вот, значит, вот такая формула. Ну, а вот когда такая формула у вас есть, то вот ту теорему, которую я доказал для верхнего предела, теперь можно формально из нее вывести то же самое утверждение для нижнего предела. Просто посмотрите, что там будет, если всюду знак сменить, значит, во всех этих неравенствах, которые написаны. И вот вы увидите, что просто из утверждения для верхнего предела Магармена получается то же самое для нижнего, значит. Потому что вот такая есть приятная картинка. Так, ну вот, получили вопросы колокольные или нет? Нет еще, хорошо. Ладно, не буду ссылаться на них тогда. Значит, вот, собственно говоря, я перешел уже так вот плавно к такой маленькой теме, которая называется поведение верхнего и нижнего предела при линейных операциях над функциями. Значит, ну вот первую линейную операцию мы с вами уже видели. Значит, просто при умножении на минус единицу, значит, что получается? Ну вот как с пределом более-менее, это минус единицу можно выносить за знак, да? Значит, ну только есть еще один эффект, а именно при этом верхний предел заменяется на нижний, наоборот, да? Вот, опять же, вот если вы вычисляете нижний предел при экстремистике как с 0 функции лямбда f от x, где лямбда это число. Так, ну вот давайте напишем, чему это равно. От чего это зависит? От чего зависит формула? От знака лямбда, да? Значит, если лямбда положительная, что получится? Ну, получится просто лямбда на верхний предел, на верхний предел, на нижний, на нижний, на нижний предел, x минус x0, значит, f от x. Ну, это оказывается, примерно так же с помощью вот этой самой штуки о супремовых инфиумах, которую я только что сформулировал, да? Вот, а значит, если лямбда больше нуля, а если лямбда меньше нуля, то получается, что лямбда, только ее можно вынести, только, значит, тогда нижний предел заменится на верхний. Вот. Ну и в любом случае, и в том, и в другом, можно написать, что лямбда больше лямбда равно нулю, потому что если лямбда равно нулю, то всюду получается нуль, и там, и там, и там, как где угодно, да? Значит, так что вот так вот. Вот. То есть вот числовой множитель можно выносить за знак верхнего и нижнего предела, но только надо смотреть за знаком. Если знак отрицательный, тогда придется верхний предел заменить на нижний, и наоборот. Вот. Ну а что касается, скажем, суммы? Вот что с суммой будет, если у меня есть две функции, заданное на одном и том же множестве. Вот. F, G, заданное на множестве А, и x0, это предельная точка. Для А. Вот. И если я хочу вычислить, например, верхний предел, вот такой вот вещи. Значит, что можно сказать про это дело? Можно ожидать, что это будет равно сумме верхних пределов? В общем, нет, конечно. Да, а что будет? Максимум. Что? Не слышу. Оценить ее можно. Оценить, да, правильно. Как оценить? Чем надо оценить? Ну, вот такой вот верно. Вот такой вот верно. Вот. Но мы с вами образованы, значит, что будет для нижних пределов? Это уже можно, вот, положим, мы это знаем, значит, что будет для нижних пределов, значит, тогда. Как получить эту формулу, аналогичную формулу для нижних пределов? Нужно просто F и G заменить на минус F и минус G, да? Значит, тогда что? Тогда минус единица вынесется, вот, и все верхние пределы заменятся на нижние, да? И будет такое же неравенство, вот. А потом, когда умножено минус единица, будет противоположное неравенство, да? То есть, получится следующее, что вот наоборот. Наоборот, нижний предел снизу оценивается суммой нижних пределов. Ну, значит, опять же, я объяснил, что эти вещи эквивалентные, просто замена из знака у всех функций из одной получается другая, так что это одно и то же. Значит, а как доказать, ну, скажем, первую формулу, вот давайте, пусть это будет формула плюсик, вот, докажем формула плюсик. Ну, вот, пусть, скажем, x-конечная точка, x0, значит, пускай x0 входит в R, на самом деле это все равно, значит, мы потом скажем, что надо изменить, когда она схема плюс или минус бесконечности. Тогда можно так написать, что вот этот самый верхний предел. Вот я до сих пор писал инфимум сверху, да, но можно ведь и предел написать, как мы вчера с вами, значит, выяснили. Значит, вот в таком виде давайте напишем формулу для верхнего предела. Значит, этот самый предел по ε стремящимся к нулю совпадает с инфимумом, как мы вчера выяснили, да, значит, функция монотонная, от ε она монотонная, поэтому он совпадает с инфимумом. А здесь просто напишем с управлением вот этой самой суммы по проколотой ε на окрестности точке x0 в перечесть множества ма. Так что вот это вот просто та самая формула для верхнего предела, которую мы все время пишем. Вот, ну а теперь... ...предел при ε стремящемся к нулю справа, а не просто стремящемся. Да, правильно. Значит, ну, считают, что ε положительное, так что, в общем, ну что ж, да. Правильно. Вот, теперь, если я вычисляю супремовую сумму двух функций по любому множеству, давайте вот... Вот, если у меня имеется какое-то множество b, лежащее в области определения, и x лежит в b, да, то f от x плюс g от x, разумеется, не превосходит супремума по y из b. Или, скажем так, пусть вот y лежит в b. Ну, хорошо, нет, не знаю. x, x, хорошо. По y из b f от x плюс супремума по y из b g от x. Но просто потому, что g от y, значит, f от y и g от y, извините, пожалуйста, за путаницу, между x и y. Но вот такая формула. Просто потому, что f от x не превосходит этого супремума, а g от x не превосходит этого супремума, да. Значит, вот это вот число, это верхняя граница для множества значений функции f плюс g на множество b, правильно? Вот. Но раз это верхняя граница, значит, супремум этого множества не превосходит сумму супремумов. Значит, я могу написать, что вот этот самый, как там, вот, супремум по x минус x0 и x неравным x0 и x, x минус x0, мя шепсилл на x лежит в а, значит, f от x плюс g от x не превосходит сумму супремумов по отдельности. Плюс такой же супремум, значит, я не буду повторять эти самые условия, они такие же, да, просто напишу точки. Вот так вот, да. Значит, вот мы можем сказать, что вот эта вот штука, эта функция от ε не превосходит суммы двух таких функций от ε. Вот. Ну а дальше, что же, предельный переход в неравенстве и, значит, предел суммы. Теорема пределя суммы, значит, просто отсюда видно, отсюда видно, что вот эта вещь действительно не превосходит, значит, давайте так напишем, не превосходит верхнего предела f от x при x стремимся как с 0 плюс верхнего предела g от x при x стремимся как с 0. Ну вот и все. Значит, вот это неравенство доказали смесь с ним и это неравенство. То есть тут вот линейности нету, но кое-что можно сказать, тем не менее, про соотношение верхнего предела суммы и верхних пределов слагаемых там или нижнего. вот. Ну и еще одно утверждение, вот я склонен дать вам в качестве упражнения. Вот сделайте, пожалуйста, разберитесь с этим. Значит, ну, прежде чем что-то формулировать, давайте какой-нибудь еще, какой-то такой, какой-нибудь простой пример рассмотрим. Вот. Ну, что-нибудь такое. Значит, что-нибудь такое. Вот такая функция f, например, на отрезке 0,1. А, давайте не 0,1, просто, значит, f на луче таком 0 бесконечность и пусть f от x равно, например, 1, если x лежит на нечетном интервале и, скажем, 0, если x лежит на нечетном интервале. Или наоборот, я не знаю там. Так. Когда n равно 1, значит, получается, что у нас здесь получается тоже 1. Значит, тогда вот отсюда, вот так вот давайте. Может быть, где-то круглые склоны. Что? Да, 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 в одном круглые скобки, вот здесь вот, да, вот так вот. Значит, вот она, принимая значение 1, вот, что нам? Больше круглых скобок. Больше круглых скобок, да. Ага. Нет, подождите. Здесь все нормально. Здесь все нормально, вот здесь вот, да, ага. Здесь. Вот она, принимая значение 1, вот на этих интервалах, а 0 вот на этих, вот так вот, да. Значит, какой у нее верхний предел бесконечности? Один, да? Но можно просто что же сделать? Надо взять окрестность бесконечности какую-нибудь, то есть такой вот луч, взять супремо этой функциональной лучи. Да, он равен единице для всех таких лучей. Значит, предел их равен единице. А нижний предел какой? Ноль, да? Вот, ну и, значит, если я возьму, например, какую-то последовательность точек, стремящихся к бесконечности, то значение функций в этих точек куда вообще, что они вообще могут делать? Они к чему могут стремиться? Могут стремиться к единице, могут к нулю, а может, следует так, что никуда не стремятся, правильно? Как повезет, да? Вот, хорошо. Вот, а если я возьму синус одной иксовой, опять же, при х больше нуля, да? Вот, и захочу вычислить верхний предел этой функции, мы, собственно говоря, уже этим занимались вчера, мимолетно, при х стремящихся к нулю. Вот, ну и нижний, верхний предел чему там будет равен? Единице, да? Вот, а нижний предел минус единица. Вот, а если я захочу, чтобы, если я возьму какую-то последовательность точек, стремящихся к нулю, вот, вот пусть хн стремится к нулю, и я захочу взять синус единицы на хн, то к чему это дело может стремиться? Да, может, захотеться. Так, но, в принципе, оно может никуда не стремиться, разумеется, если мы так уж совсем на удачу эту последовательность выберем, так, по-видимому, никуда не будет стремиться. Но можно постараться выбрать так, чтобы она стремилась к любому числу, к какому? Между минус единицей и плюс единицей, да? Вот, то есть вот тут поведение немножко разное, понимаете? Значит, вот здесь, скажем, если я рассматриваю сужение моей функции на какие-то по множеству области определения, то оно может стремиться только к двум точкам, правильно? Вот, и эти две точки, это есть верхний и нижний предел. Вот, а тут, в принципе, можно устроить так, чтобы она стремилась к любой точке между верхним и нижним пределом. Так, давайте такое определение введем. Значит, пускай, опять же, функция f задана на множестве а, и x0 — это предельная точка для а. Вот. И, значит, пускай b — это подмножистом множества а, такое, что x0 по-прежнему предельная точка для b. Если сужение f на множество b имеет предел, ну, скажем, d в точке x0, то d называется предельным значением. функция f в точке x0. Значит, ну, какой смысл? Сама функция f может предела в точке x0 не иметь. Но давайте постараемся сузить ее на что-нибудь, на какое-нибудь подмножиство, так, чтобы у нее предел там появился. Значит, ну, такое бывает. Мы вот видели, тут два примера, такое действительно бывает. Вот. Ну, и вот если этот предел появится, то это будет предельное значение. Если мы сузим по-другому, то предел этот самый может быть другим. Значит, предельных значений у функций может быть много. Значит, вот у функции синус 1x, значит, предельное значение в нуле — целый отрезок от минус единицы до единицы. Вот. А вот функция, которую я тут рисовал, у нее всего два предельных значения, да? Вот. Ну, и вот задача, которую я предлагаю вам решить, она несложная, значит. То есть так, если немножко напрячься, то все должны ее решить. Она такая. Значит, задача. Значит, верхний и нижний пределы функции f в точке x0 суть предельное значение функции f в точке x0. Значит, по крайней мере, два предельных значения всегда есть. Да, считаю, что она ограниченная, значит, разумеется, f ограниченная, потому что иначе как-то не очень хорошо про верхние и нижние пределы говорить. Что? По крайней мере, одно. Ну, по крайней мере, одно. Но, по крайней мере, эти числа точно являются предельными значениями, да? Вот это первое. А второе. Любое предельное значение лежит между ними. Значит, любое другое предельное значение лежит между ними. Вот. Ну, вот мы видели два примера, когда эти предельные значения заполняют весь промежуток между ними. Это был синус 1х. И другой пример, когда их всего два этих, вот только верхний и нижний пределы, больше никаких нет. Вот. Вот оказывается, значит, там, в принципе, может, что угодно между ними. Ну, вы легко построите там примеры, когда вот это самое множество предельных значений, довольно сложное там какое-то, не обязательно это отрезок. Это может быть несколько точек, а может быть что-нибудь более хитрое, чем отрезок. В общем, там по-всякому бывает. Но вот, по крайней мере, вот такое вот. Верно. Значит. Я, значит, хочу сразу дать указание, что вот в первом случае, что нужно сделать, как проще всего, надо использовать эту самую теорему в описании верхнего и нижнего пределов, которые мы с вами в прошлый раз начали доказывать, и в этот раз доказали. И строить сужение нашей функции просто на некую последовательность точек, стремящихся к их с 0. Вот. И тогда получится вот предельное значение. Хорошо. Хорошо. Так. Да, теперь вот еще что. Я когда говорил о верхнем пределе суммы, но и о нижнем, я предположил, что, значит, точка x0 это конечная точка. Вот, значит, замечание. О. суммы, когда x0 равно плюс-минус бесконечности. Вот. Ну, скажем, пусть x0 это плюс-бесконечность, для минус-бесконечность то же самое. Тогда рассуждение такое же. Только другую формулу надо писать. пишем вот что, что верхний предел функции f при x стремящихся к плюс-бесконечности равен вот чему пределу при n стремящихся к бесконечности, а тут будет супремум по x большим n f от x. Вот так вот. Значит, вот, точнее, точнее вот так вот, значит, даже. Сразу давайте напишем это для пары функций. Вот нам написать такую формулу, и после этого проделать те же самые рассуждения, которые были для конечной точки, но и будет то же самое. Так, и теперь, раз уж мы сюда добрались, вот до этой вот формулы, значит, давайте мы ее перепишем для одной функции вот к плюс-бесконечности. Вот та самая формула, которую я только что использовал. Значит, здесь имеется в виду, что n прибегает, ну, например, всевозможные положительные числа. Так же тут стоит функция, заданная на r с плюсом. Вот, но дело в том, что если я устремлю n большой к бесконечности по какой-то последовательности точек, то будет то же самое, потому что предел этот в силу тиреума подстановки будет такой же, значит. Например, можно так написать, что это равно пределу вот по n маленькому стремительности к плюс-бесконечности, когда n маленько прибегает натуральное число. Понятно, да? Это монотонная функция, вот если она стремится к чему-то там, вот это вот, от n. Если она там к чему-то стремится, так понятно, что по любой последовательности точек стремящей бесконечности она тоже даже будет стремиться, так что вот так вот. Вот, и в связи с этим возникают такие две приятные формулы для верхнего и нижнего предела последовательности. Значит, пусть xn это ограниченная последовательность, тогда верхний предел xn при н с теме месте к плюс-бесконечности равен просто вот чему. Это инфимум по k, а тут будет супремум по n большим k. Значит, k здесь натуральное, xn. Ну и, соответственно, для нижнего предела. значит, вот таким вот образом. Ну, смысл такой же, как и раньше, собственно, формула-то почти очевидная, но они немножко более приятные, не нужно перебирать, ну и тут, впрочем, не нужно перебирать возможное вещественное, но достаточно натуральное перебрать. Вот, а это можно так еще сформулировать. Вот мы берем хвост последовательности, начиная с номером k плюс 1, берем его с супремум и инфимум, и вот, получается, две новые последовательности, вот, которые зажимают нашу последовательность сверху и снизу, и вот они, если я беру их пределы, или их супремум и инфимум, они монотонные, значит, вот это и дает верхний и нижний предел. Так, ну, перерыв теперь. А в верхнем и нижнем пределе это еще одна немножко более полная теорема, более полная форма критерия Каши. Значит, вот, пусть f – это некая ограниченная функция, x0 – это предельная точка для А, конечная или бесконечная. Вот. Но следующий условий эквивалентный. Первое. f имеет предел в точке x0. Второе, что оно эквивалентно, мы уже знаем. Значит, f удовлетворяет условию Каши в точке x0. А именно, для всякого положительного ε существует проколотая окрестность точки x0. Давайте так ее обозначим для краткости. Такая, что для всех этих x и y из этой проколотой окрестности модуль f от x минус f от y меньше ε. Так, и третье. Это вот что. Верхние и нижние пределы функции f в точке x0 совпадают. Значит, к условию Каши может добавить, что такое условие. Это тоже эквивалентно существованию предела. Вот. Ну и тогда, вот в этом случае, когда они совпадают, пределом будет их общее значение. Вот так вот. Ну вот. Значит, мы почти все знаем уже. Давайте смотреть на доказательства. Из 1 вытекает 2. это уже знаем. Причем это простая штука, да? Из того, что последовательность имеет предел, вытекают условия Каши. Но это просто. Это мы видели, значит, там, по лекции назад. Так, теперь из 2 вытекает... Да. Можно еще вот что добавить. Давайте это будет 4, вот так вот, да? А тут будет 3. Условие такое. Третье, значит, такое. Щель значит, гамма F X0 дельта F X0 узкая. Вот. На 4 условия пускай будет. Третье будет такое, что вот... Помните, вот мы щель такую устраивали, когда определяли верхний и нижний предел, когда доказывали критерий Каши, значит, тут на узкая. Так, из 2 влесчет 3 тоже проверили при доказательстве критерия Каши. Был там такой момент, когда мы это проверили уже, да? Вот. Ну, значит, из 3 влесчет 4 это очевидно, потому что верхний и нижний предел это как раз вот границы того отрезка, который содержит все числа, лежащие в этой щели. Значит, раз на узкое, значит, там только одно число, поэтому не совпадают. Так что вот так вот. Вот. Ну и остается только доказательство 4 влесчет 1. Вот. И там тоже вроде бы так неформально, если говорить, то все ясно, все уже было, собственно говоря, что нужно. Вот. А формально все-таки какое-то рассуждение надо провести, потому что здесь есть еще такая добавка, что пределом будет общее значение верхнего и нижнего предела. ну, все-таки несколько слов про это надо сказать. Значит, вот применяем теорему об описании верхнего и нижнего пределов. вот. Они у нас совпадают. Давайте обозначим их общее значение через А. Значит, пусть их общее значение равно А. Вот. Ну и пусть еще и все-таки положительное. Так вот, по этой теореме, значит, во-первых, существует такая окрестность В1 с ноликом проколотая окрестность точки Х0 такая, что Ф от Х меньше А плюс Эпсилон для всякого Х из этой самой проколотой окрестности пересеченной с областью определения. Вот, помните, условие 1 в описании верхнего и нижнего предела. За, значит, выше верхнего предела наша функция заскочить не может вблизи точки Х. Вот мы пользуемся тем, что это верхний предел и, значит, находим такую окрестность, что она вся целиком меньше А плюс Эпсилон. Вот. А теперь мы пользуемся таким условием для нижнего предела. существует В2 с ноликом, это тоже проколотая окрестность точки Х0 такая, что Ф от Х больше А минус Эпсилон для всякого Х из В1 с ноликом пересеченной с А. Вот. А ведь одновременно является нижним пределом, поэтому вблизи точки Х0 функция не может сильно заскочить вниз. В2, да. В2, правильно, правильно, правильно. В2. Вот. Ну, а теперь, как обычно, берем просто ту из окрестности В1-С2, которая меньше. Значит, одна из них в другой содержится. Значит, проколотая окрестность любой одной точкой любая из них содержит. Если взять две, то одна из них содержится в другой непременно. Значит, берем в качестве В пересечения В1 с В2. Ну, а В – это та настоящая окрестность, которая получилась проколотая. В1 и В2 – это те настоящие окрестности, которые получились проколотые. Вот. Тогда для всякого Х из вот этой самой проколотой окрестности пересечения с множеством А будут попадаться оба неравенства. Значит, А минус эпсилон меньше F от Х меньше А плюс эпсилон. Ну, вот и все. Значит, мы оказались в условиях определения предела. Значит, все получилось. Так что, вот, так сказать, полная форма критерия Каши, значит, она вот такая. И, если хотите, это еще одно наказательство критерия Каши. Там просто, вот в тот момент, когда мы доказывали, мы какую-то часть вот этой самой теоремы пропустили. Значит, мы вот тут вот отсюда, отсюда как-то вот через эту щель перешли прямо сюда. Значит, а оказывается, можно еще вот это вот сказать. так что вот так. Хорошо. 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 Так, ладно. Так, теперь, собственно, для того, чтобы рассказать уже все, что войдет в коллоквию, у меня осталось поведать вам о двух маленьких темах. Одна совсем маленькая, которой сейчас я займусь, а другая, но тоже небольшая. Первая из них — это непрерывные функции классификации разрывов. То есть мы про непрерывные функции будем говорить еще дальше довольно изрядно, но вот тот материал в коллоквию у него войдет, это же вы только на экзамене с ним встретитесь. А сейчас будет самое начало какие-то. Значит, вот непрерывные функции. И... Классификация разрывов. Так. Ну, у нас уже было определение непрерывной функции в точке. Вот. И... Стояла она в том, что эта точка должна лежать в области определения функции, должна быть предельной для него, и предел в этой точке должен существовать и совпадать с значением функции. Помните, было такое, да? Вот. На самом деле это правильное определение, но не совсем, немножко недостаточно общее. Значит, вот давайте я сейчас скажу точно, что мы будем понимать под непрерывностью в точке. Оно будет, ну, слегка на ерунду отличаться от того, что было до сих пор. Значит, ну вот, тем не менее, это важно. Значит, ситуация такая. Пускай f – это некая функция, заданная на каком-то множестве вещественных чисел, и пускай x0 – это точка этого множества. Вот сейчас вот требуется, чтобы это была точка этого множества. Значит, говорят, нет, не обязательно, что f непрерывно в точке x0, если для всякого положительного ε, ну, в частности, это не плюс и не минус бесконечность, раз это точка множества вещественных чисел, значит, не плюс или минус бесконечность. Для всякого положительного ε существует такая окрестность v точки x0, что модуль f от x минус f от x0 меньше ε для всякого x с этой окрестностью v. Так, вот формально такое определение. Да, мы требуем, чтобы она была определена, мы не требуем, чтобы x0 была предельной точкой. Вот. И мы, смотрите, пожалуйста, здесь не выкалываем центр. Значит, окрестность не прокол, а, значит, настоящая. Ну вот, значит, да, как вы уже правильно заметили, но похоже на определенные пределы, правильно? Похоже. Похоже на определенные пределы, но есть некая разница. Во-первых, вот непреремность определяется только в тех точках, которые лежат в области определения. Там ни в каких предельных точках, где функция не задана, про непреремность речи не идет. Теперь, дальше. Вот, ну, похоже на определение предела, но, тем не менее, значит, есть отличия, и главное отличие стоит в том, что точка x0 здесь не обязательно предельная. Так вот, давайте посмотрим, что будет из точки x0 изолированная. Что это определение означает из точки x0 изолированная? Ну, если она изолированная, что это означает? Это значит, что у нее есть окрестность, какая? Которая не содержит никаких других точек множества, кроме этой самой точки, да? Значит, ну вот. Из В пересеченное СА, конечно, разумеется, да, простите, пожалуйста, разумеется, потому что в нее она вообще не задана. Так. Вот. Значит, если точка изолированная, то найдется окрестность, пересечение, за которой есть множество масс, стоит только из точки x0. Скажите, пожалуйста, если я тут вот не ваших коэффициалов в качестве В выберу вот эту самую окрестность, будет условие выполняться или нет? Ну, разумеется, да, потому что таких точек x только одна, это x0, да? И тогда здесь получается 0. Значит, вот выбирая в качестве В эту самую окрестность, видим, что эта окрестность В годится на роль окрестности точки x0 из определения непрерывности. Вот. Значит, мы вот такой, в изолированной точке все функции непрерывны. То есть любая функция непрерывна в любой изолированной точке. Свою область определения. Так. Ну вот. То есть вот это самое главное отличие от определения предела, что мы не требуем, чтобы точка была определена, и оно приводит к такому довольно тривиальному эффекту, что там просто условия нет. Значит, в изолированной точке это условие не накладывает никаких ограничений. Вот. Помните, когда мы с вами вводили определение предела, я вам показывал, что если формально его написать в изолированной точке, то любое число будет пределом. Вот это, например, тот же самый эффект. Значит, там... Значит... Вот. Так. Теперь второе. Значит... Ну вот с изолированными точками разобрались, а что будет с предельными точками? Значит, вот в изолированных точках все тривиально и максимально хорошо. Значит, пусть теперь х0 это предельная точка. Я пишу аштрих, потому что это не символ плюс или минус бесконечность, точно такое число. Значит, пусть это предельная точка. Значит, тогда... Значит, здесь что написано? Ну вот тут есть какое-то отличие все-таки от определения предела. Вроде бы тут написано, что предел функции f должен быть равен f от х0, но мы берем не проколотую окрестность, а целую. Значит, вот это существенно или нет? Нет. Почему? Потому что единственная точка, в которой отличается, все равно выдает истину. Ну да. Значит, если бы я написал проколотую окрестность здесь вот, да, то что это означало бы? Значит, я тут мог бы в качестве х брать любую точку из этого множества, кроме х0, правильно? Но если я возьму х0, все равно получается 0, так что, значит, да? Вот. Поэтому, значит, тогда f непрерывно в точке х0 эквивалентно тому, что предел функции f в точке х0 существует и равен f от х0. Вот. Ну, то есть то же самое определение, которое у нас было. Значит, в предельных точках это совпадает с тем, что я уже использовал, да, в изолированных точках это определение ничего не означает, там просто все функции неправильные. Вот. Но оба эти случая, они вот записываются в такую вот формулу, так очень удобно. Но это удобно, потому что, когда мы там делаем какие-то манипуляции с неправильными функциями, мы можем не думать изолированной точкой х0 предельно, все равно написать такое, и оно все равно верно, значит, как-то так. Вот. Тут написано на половину языке неравенств, но можно это написать и на языке окрестностей таким же образом. На языке окрестностей, значит, для всякой окрестности функция f непрерывно в точке х0, тогда и только тогда, когда для всякой окрестности у точки х0 существует окрестность в точке f от х0, простите, пожалуйста, f от х0, существует окрестность в точке х0 такая, что f от v содержится в у. Ну, это то же самое, как мы с вами знаем. Это вот ровно то, что там написано в терминах неравенства, значит, тут же тут написано в терминах окрестностей. Потому что, собственно, у – это та окрестность, значит, интервал радиуса ε с центром этой точки. Хорошо. Так, теперь, если f не является непрерывной в точке х0 в области определения, то говорят, что она там имеет разрыв. 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 Вот. Имеет разрыв или в старых книжках писали претерпевает разрыв. Вот. Ну и, значит, про эти разрывы для них существует такая небольшая терминология. Вот. Значит, типы разрывов. Ну, кончается там, конечно, классом, когда вот и просто пьянство без причин, значит, как известно, да. Вот. Но, тем не менее, два таких вот простых типа выделяются. Значит, первый тип – это устранимые разрывы. Это вот что. Существует предел функции f при х-темнической х0, который не равен f от х0. Ну, это какой-то такой вот график функции. Вот она там непрерывно, значит, вот эта точка х0. Вот у нее есть предел в этой самой точке, а значение какое-то другое. Понятно, почему этот разрыв назван устранимым, потому что эту функцию можно изменить в этой точке, можно изменить ее значение в этой точке так, что она ставит непрерывный. Просто если я скажу, а вот давайте мы ее переопределим в этой точке и будем считать, что ее значение равно пределу. Она ставит там непрерывный. Значит, вот устранимый разрыв. Ну, это такой совсем безобидный разрыв, значит, вот там что. У функции Риммана у нее разрывы в рациональных точках все неустранимы. Если их все устранить по одной, то получится совсем такая смешная функция. Тожественная равна нулю, значит, с которой, в общем, как-то неинтересно работать. Вот. Второе – это разрыв первого рода. Да, значит, здесь, да, конечный, конечный. Существует конечный предел, разумеется. Я тут имею в виду конечные пределы, потому что… Ну, по смыслу так хорошо, значит, поскольку у нас были бесконечные права совершенно, значит, надо это оговорить. Разрыв первого рода. Это вот что такое, значит, точка Х0 является предельной для множеств. Вот А, пересеченное с таким вот лучом, и для множества А, пересеченное вот с таким лучом, который до плюсов бесконечности простирается. И существуют пределы, опять же, конечные. Справа и слева. Но они не равны. Так, еще это называется скачком. Кстати говоря, вот если у функции F в некоторой точке скачок, значит, у нее уже там есть пределы справа и слева, а есть еще и верхний и нижний пределы. Как будет самый верхний и нижний пределы связаны с пределом справа и слева? Ну, видимо, один из них. Который какому? А как повезет? А как повезет? Как должен повезти? Максимум. Ну, тот, который больше, тот будет верхним, правильно? А тот, который нижний, тот будет… Тот, который меньше, тот будет нижним, да? Значит, скажу, не обязательно предел слева будет нижним пределом. Если он больше, чем предел справа, то он будет верхним, да? Понятно, да? Теперь как выглядит скачок Значит, скачок выглядит как-то вот так Вот эта самая точка x0 Вот наша функция Вот у нее есть предел слева в этой точке Есть предел справа Ну и еще в этой точке назад То есть где-то еще есть значение Где-то есть значение еще, да? Которое тоже неизвестно где Может быть, как угодно может располагаться Может быть, случайно может совпасть С одним из этих предельных значений справа или слева А может и не совпасть Но всегда определена Раз речь идет о непрерывности Тогда, значит, всегда она должна быть определена в этой точке Просто по главному определению Функция может быть непрерывна Только в точке области определения Значит, да Так что всегда она определена И тут тоже всегда определена, понимаете Всегда определена, но вот так Но вот скачок, конечно, не устраним разрыв Потому что как эту функцию не доопределяй Значит, вот предела не будет все равно Да, значит, она не будет непрерывной Теперь, что тут Что еще тут можно сказать? Вот давайте отметим такое утверждение Которое все время мы не доказали А сейчас вот полезно заметить Вот такое замечание Если у некой функции g Существуют в некоторой точке пределы Справа и слева И они совпадают Скажем, и равны а То, значит, настоящий предел Тоже существует И тоже равен а Вот, но можно формально доказать Из определений, значит, как там Значит, как это будет Что вот найдется Поскольку это предел слева То найдется окрестность слева Выколотая такая Что там вот функция отличается мало Потом найдется окрест справа А потом из них надо склеить одну А можно сказать так Что мы с вами уже поняли Что все равно вот эти два числа Это верхний и нижний предел Правильно? Вот Ну, а коли так, так Значит, тогда и верхний и нижний предел Совпадают Так, значит, предел есть Так что Так или иначе Ну, это просто Понимаете Можно применить теорему В верхнем и нижнем пределе Потому что они Тоже эти два числа В каком-то порядке Вот А можно Пока в это подъявление Из определений проще Горазу Теперь Что еще Вот Есть еще такое понятие Непереверности справа или слева Значит, функция Непролюжно В точке Х0 Справа Или слева Но если она там задна, конечно И Ой, да, извините И И f от x Значит, f от x Стремится К f от x0 Значит, когда x стремится К x0 с плюсиком Соответственно, f от x Стремится К f от x0 Когда x Стремится К x0 с минусиком Вот Ну, то есть Вот картинка такая Если бы здесь Значение функции совпало С одним из их двух пределов Вот Если так Она будет непрерывна слева А если Вот так То она будет непрерывна справа Значит, вот Такая терминология Совершенно естественная Значит, там Вот Ну и Что мы еще знаем Мы знаем еще следующее Вот Такой вот факт Ограниченная Монотонная функция Пульс, например, задан на отрезке Чтобы там не думать Вот Если у нее предел Справа или слева В каких-то точках Где может быть слева Скажем, здесь не отрезка То там справа или слева От какой-то точки Обосознания Может вообще ничего не быть Так что, значит Пусть на отрезке заданное Значит Может иметь Иметь Лишь устранимые разрывы Точнее Сейчас Лишь скачки Лишь только скачки Значит Значит Вот Почему? Мы с вами это знаем Если есть монотонная функция Задан на отрезке То она в каждой точке Имеет предел Справа и слева Так Вот Теперь где значение Лежит этой функции Понятно, что Сила монотонства Лежит между этими пределами Обязательно Значит Вот Картинка Для монотонной функции Будет такая Значение Будет между этими пределами Поэтому Если они совпадают То и значение Совпадает с ними То есть Устранимых разрывов Настоящих Там быть не может Там Если Эти самые пределы Справа и слева Совпадают Значит То значение Будет такое же Вот А если они не совпадают Там скачок Про счетное множество Вам рассказывал кто-нибудь Да Вот Опять же Упражнение Докажите пожалуйста Что У любой функции Число Множество разрывов Вот Первого рода И устранимых Вот в совокупности Вот таких вот простых Да Не более чем счетно Что Доказывали Да Ну прекрасно Прекрасно Про монотонную функцию Это несколько легче Значит А вот про немонотонную Значит Там Чуть хитрее Но не важно Так И теперь Что еще Что еще Хотел сказать Да Ну есть Третий тип разрывов Значит Это разрывы второго рода Это все остальные Я же говорю Что кончится просто Пьянство без причин Так Ну вот примеры Значит Ну собственно Тут чтобы Так Представить себе Что может быть Достаточно Очень немного Примеров Посмотреть Значит там Ну Понимаете Может быть все что угодно Потому что Произвольная Произвольная функция Совсем Произвольная функция Значит Это Ведь Произвольное правило Там какое-то Значит Мало ли какая там Функция будет Она может Совсем себя плохо вести Но давайте Мы посмотрим На какие-нибудь Достаточно простые Функции Вот Первый пример Это функция Дерехле Значит Д от х Равняется нулю Если х Иррационально И единица Если х Рационально Так Она не имеет Пределов Ни справа Ни слева Ни в какой точке Поэтому у него Во всех точках Разрывы второго рода Так Вот А второй пример Это Знакомый вам Синус 1х В точке Нолю Этой функции Опять же Разрыв второго рода Потому что там нет Предела ни справа Ни слева Вот Ну и увидишь Что поведение Нескоразное У этих функций Значит Там причины По которым Значит Этот самый Разрыв Они Они хоть Каком-то вроде Похожи Но все-таки Немножко разные Потому что Вот эта функция Во всех остальных Точках Кроме нуля Она очень приличная Там непрерывная Да Вот Хотя вы не знаете Что такое синус Но она непрерывная Вот А функция Директли Она уж Во всех точках Паршивая Значит То есть Вот Первый пример Показывает Что Вовсе Не обязательно Функция Должна быть Непрерывная Хоть где-нибудь Вот И И это бывает Гораздо худшим Способом Чем Вот тут Функции Директли Функции Директли Там значит Ничего Вот А вторая Показывает Что даже У довольно Приличной Функции Может быть Довольно Такое Поганое Поведение Значит Ну вот Ладно Хорошо Значит С разрывами Мы Тем самым Покончили И Последняя Небольшая Тема Которую Я уже В следующий раз Закончу А сейчас Может быть Дам только Одно Определение Это Сравнение Функций Ну что Такое Сравнение Функций Асимпатические Оценки Бесконечно Большие Бесконечно Малые И так Далее Значит В слове Сочетание Бесконечно Большая Большая То что называется Субстантинированное Прилагательное Это Сочетительное Бесконечно Малые Это Функция Которая Стремится К нулю И все Значит Бесконечно Большая А функция Стремящая К бесконечности Значит Так что Это Вот Здесь Большое Малое Воспринимается Как Существительное Не Как Прилагательное Там Не Нужно Добавлять Функция Бесконечно Большая Достаточно Вот Значит Речь Тут Вот О чем Пойдет У меня Еще Есть Так Минусы Три И Одно Определение Дать Успеем Ну Вот Имеется Какая Функция Задана О ком Множестве И мы Хотим Как То Грубо Оценить Ее Поведение Причем Эта Функция Может Быть Довольно Сложно Устроенной Вот И Один Из Способов Это Найти Сравнить С Какой Функцией Попроще Вот Ну В каком Смысле Сравнить Ну В разных Смыслях Можно сравнивать Можно сравнивать Довольно грубо А можно сравнивать Более-менее Точно Вот Ну Вот Скажем Есть простая Функция Про которую Мы знаем Все Которую Легко Оценить Если Мы докажем Что Какая Функция Посложнее Ее Меньше Тогда Про эту Сложную Функцию Мы тоже Что-то Знаем Вот Так Вот Самый Простой Способ Самый Простой Способ Это Вот Какой Вот Говорят Что Функция Значит Даже Давайте Начнем Начнем Вот Просто Сначала Пускай Пусть Ф И Ж Это Две Функции Заданное На одном и том же множестве А Говорят Что Ж Мажорирует Функцию Ф Если Существует Такая Константа С Положительная Что Модуль Ф от Х Не Превосходит С На модуль Ж От Х Для Всех Х Из А Вот Так Вот Значит Имеется Ввиду Следующее Что Вот Это Неравенство Верно С одной И той Же Постоянной Независящей От Х Значит Не то Что В каждой Точке Найдется Постоянная Постоянная Одна И та же Независящая От Х Вот Ну и Вот В смысле Того Что Я только Сказал Значит На практике И так Применяется Ж Должна Как-то Попроще Про Нем Мы должны что-то знать И прояв Должна быть Посложнее Вот Если мы Это докажем То я нам Прояв Что-то знаем И так Далее Вот Если Это Неравенство Выполнено Только На множестве Б Которое Содержится В А Значит То говорят Что Значит Ж Мажорирует Ф На множестве Б Вот И для этого Соотношения Есть Такое Довольно Старое Обозначение Которое Теме Неудобно Оно Немножко Архаично Действительно Да Вот Можно сказать Внутренне Противоречиво Оно Удобно Тем Что Константа С В нем Не Поминается Вот Пишут Так Ф От Х Иногда Равняется О Большое От Ж От Х От Но Это Сейчас Так Если От Слово Порядок Понимаете Значит Вот оно Там По-английски Ода По-латыни Я не помню Как пишется Поэтому Не решаюсь Презиняю Вообще Во всех Европейских языках Оно Из латыни Значит Это Порядок Вот Понимаете Почему Это Обозначение Нехорошо Потому Что Вот Если Вот Так Напишите Вот Так Вот Да Это Будет Ерунда Такое Равенство Которое Может Только В одну Сторон Читать Вот Что Нам Это Понимаете Что Под О Можно Подразуметь Класс Компус И Поэтому Это Некорректно Ну Некорректно Да Значит Нет Оно Корректно Понимаете Ну Не знаю Значит Оно Понимаете Оно Точное Обозначение Вот Этого Утверждения Значит Просто Если Пишите Так То Вы Имеете Вот Это Утверждение Вот Но Если Вы Начинаете Понимать Равенство Буквально Тогда У вас Начинаются Какие-то Проблемы Вот Ну Все На Сегодня Все